Светлана Конда имеет основное место работы. Она востребованный бухгалтер, но индустрия красоты всегда привлекала стильную девушку, тем более природная предрасположенность к этому имеется. Модно подстричь, подобрать соответствующий макияж получается. При таком таланте неплохо и лишний заработок иметь. А потому визит в налоговую инспекцию обоснован. Узнать все за и против начала деятельности – разумное решение. Я хочу как физическое лицо без регистрации индивидуального предпринимателя оказывать парикмахерские и косметические услуги. Какие обязательные условия осуществления деятельности? Согласно 337 указу президента, вы имеете право осуществлять данный вид деятельности как физическое лицо, но при условии, что будете это осуществлять самостоятельно, без наемных работников и с уплатой единого налога в обязательном порядке. И услуги будете оказывать только физическим лицам. Помимо парикмахерских и косметических услуг, перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, входят следующие. Изготовление кулинарных изделий, пошив одежды, ремонт обуви, часов, мебели, кладка печей и каминов, выполнение отделочных работ, оказание услуг по разработке веб-сайтов. Также сюда включены услуги по дизайну помещения и интерьера. И еще многое другое. Что мне нужно сделать до начала осуществления деятельности, чтобы не нарушить закон? До начала осуществления деятельности вы должны встать на учет в налоговой инспекции, подав вот такое заявление о постановке на учет. Также подать должны уведомления об осуществлении деятельности для расчета единого налога с указанием вида деятельности, периода деятельности и указанием места, где будете осуществлять данную деятельность. И произвести уплату единого налога. Уплата единого налога может быть произведена в любом банке, который вам удобен, или в отделениях почтовой связи. В квитанции должны указать вид деятельности, который будете осуществлять, период, за который будет произведена вами оплата и место, где будете оказывать данные услуги. Квитанция в обязательном порядке должна храниться у вас в месте оказания услуг. Есть и еще ряд вопросов, которые задают налоговым инспекторам. Например, можно ли осуществлять несколько видов деятельности, если это возможно, в каком размере оплачивается единый налог? Ответ прост. Несколько видов деятельности осуществлять можно, заранее уведомив. А единый налог исчисляется по тому виду работ, по которому установлена наиболее высокая ставка. Также предусмотрена возможность перерасчета единого налога в случае болезни. Я получила исчерпывающие ответы у квалифицированного специалиста налоговой инспекции. Теперь я знаю плюсы и минусы работы как физическое лицо и как индивидуальный предприниматель. Резюмируем. Возможности для дополнительного заработка есть. Главное ими правильно воспользоваться. Главное ими правильно воспользоваться.